Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 августа, и в этой студии Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Еще раз добрый день. Здравствуйте, Владимир Сметанин, Елена Овчинникова, наш гость Валерий Николаевич Турула. А вот так сразу представим, да? Да, сразу же. Потому что давно уже беседуем и за эфиром, и в студии, и вне студии. Не, Валерий Николаевич, кладезь премудрости, кладезь знаний и так далее. Председатель комитета по экономическому развитию, промышленности, торговли и предпринимательству ЗАГСОБРАНИК Кировской области. Ну что ж, тема у нас сегодня очень интересная. И заглавлена она следующим образом, насколько необходим региону. Защитник прав бизнесменов, то есть мы говорим о роли омбудсмена. Которая у нас пока не имеет места быть. Была непродолжительное время в лице Данилиана. Ну и остается. Ну да. Остается, пока он просто заявил о том, что не собирается после губернаторских выборов претендовать на этот пост. Вот и у нас сегодня вопрос ко многим нашим радиослушателям, которые могли бы и желали бы высказать свое мнение по поводу того, насколько вообще затейливо вот это место омбудсмена, да, человека, который будет разруливать проблемы, различные ситуации, давать мудрые советы, решать возникающиеся, постоянно возникающие проблемы у представителей малого, среднего, в том числе и большого бизнеса. Что это должен быть за человек, на ваш взгляд, который, если сам разбирается в бизнесе, это значит, что у него есть бизнес, либо он в бизнесе не разбирается, то тогда очень большой вопрос, за каким лешим он рвется на это место. Потому что кандидатуры потенциальных омбудсменов, честно говоря, не в полном составе, но в некоторых личностях вызвали у меня откровенный смех. Ну что ж. Ну давайте я сообщу, да, конкретный такой инфоповод, почему мы сегодня взяли эту тему. Все дело в том, что согласно областному закону об уполномоченном по правам предпринимателей... По защите прав. По защите прав предпринимателей срок собственной полномочии заканчивается с... И с течением срока губернаторских полномочий нынешнего исполняющего обязанности. И по закону губернатор Старый должен подготовить новому губернатору вот эту должность человека. То есть после 14 сентября у нас по-любому должен быть уполномочен. Нет, подождите, вот это законодательство довольно смешное. Приходит новый губернатор и очень часто ведут с собой так называемую, но это уже расхожая такая, да, фразеологический оборот расхожий. Приводит свою команду. То есть зачем старому губернатору, то есть бывшему губернатору? Очень просто. Вообще-то уполномоченный он должен быть, на наш взгляд, неангажированной личностью, а следовательно тот губернатор, который уходит, он по сути дела подготавливает именно того человека, который мог бы быть неангажирован. Но динамика продолжения начатых, мы априори считаем, что губернатор сориентирован на защиту, но просто у него очень много вопросов, а налогооблагаемая база – это реальный сектор экономики, это предпринимательство. Поэтому вот эта вот личность, она якобы уже работала, или как бы работала уже определенный период, и вот эта тенденция, она должна быть продолжена. Та идеология, которая выдерживалась. Другое дело, как у нас это было, это мы сейчас будем еще говорить. И он не должен быть зависим уже от нового губернатора. Я прошу прощения, мы так сразу взяли быка за рога, все-таки давайте координаты наши традиционные озвучим, потому что мы уже закинули удочку нашим слушателям, что вы думаете. 708-502, номер для ваших звонков, мнений, предложений, вопросов, номер для смс 8-909-720-101-0. Кроме того, на сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте есть опрос. Опрос «В России должен появиться защитник прав кого?» На самом деле список, представленный в этом опросе, вариантов ответов, его можно продолжать до бесконечности, до абсурда можно довести. Вот у нас какие варианты есть. Заключенные, полицейские, чиновники, депутаты, работники торговли, водители, вот уполномоченные по защите их прав. Там можно продолжать, да, там, повара, водители троллейбусов, радиоведущие и так далее. Подождите, Володь, на все это существует, на защиту прав вот всех вот этих категорий, которые перечислены в этом списке, вообще законодательно в России присутствует такая организация, которая называется «Профсоюз». «Профсоюз». И от того, что они сейчас ничего не делают, вот, поэтому возникает желание создать еще некоторую прокладочную команду в виде омбудсмена, сотоварищей. Вот, а надо ли нам это, да? Лена. Да, у нас с Валерием Николаевичем об этом говорили. Да, Лена. То есть, когда одна структура не выполняет своих прямых обязанностей, получая за то неплохие достаточные деньги, мы не разбираемся с этой командой, которая ничего для нас не делает, не защищает наших прав. Да, вот я просто могу привести пример. Не так давно умер мой отец, который проработал на заводе «Маяк» полвека. «Спасибо вам, завод». Продолжать? Непонятно? То есть, то, что человек... То есть, по линии профсоюза... Ноль. ...воспособление, как он вышел на пенсию, ничего, да? Забыли, забыли о чем? Нет, они... Нет, почему они не... Я позвонила. Мой отец не был человеком от станка, он был достаточно известной и весомой персоной на заводе. Я позвонила, сказала. Все, тишина. Абсолютная. Это после смерти, а что делается при жизни? Я думаю, не больше, чем после смерти. Лен, вот смотрите, вы подняли очень важный момент. Действительно, если мы говорим о защите, то защита – это дело рук тех людей, кто хочет защищаться. И сегодня буржуазное право, оно именно так поставлено, что заявительный характер защиты. И когда мы говорим о профсоюзе, и вы правильно отметили, и мы же начинали с чего? Ассоциация защиты прав малого бизнеса, малого и среднего бизнеса, которые потом создали свой профсоюз, который должен защищать права, уже целевым образом вырабатывать соответствующую идеологию и контролировать. Когда там Драный говорит, а вы вот это делаете, мы говорим, мы этим заниматься не будем, мы говорим о защите. Каждый должен заниматься своим делом. Но если наступают на права предпринимателей, тогда мы его будем защищать организованно, дружно. Но вот теперь начинается некая такая, ну что ли, метаморфоза. С одной стороны, мы вроде бы как профсоюз работаем. С другой стороны, у нас силёнок мощи не хватает, потому что городская власть, в том числе на определённом этапе при молчаливом согласии губернатора, в общем-то, махала рукой и делала то, что ходит. Как собака лает, а караван идёт. Поэтому у нас не хватало ни сил, ни средств. Говорят, попроще, а Васька слушает, да есть. Да, да есть, совершенно правильно. Там, а куда они денутся, а что, мы их задавим нормативными документами, договорами и так далее и тому подобное. И здесь появился, скажем, Данилян, и я ему что благодарен, он какую-то отдушину сделал, он успокоил ситуацию. Ну, мы понимаем, что это до сентября месяца пока выборы губернатора, но там мировые соглашения какие-то начали появляться и так далее и тому подобное. Но лукавство этой ситуации заключается именно в том, что выборы губернатора. А суды как шли, ну, теперь уже против профсоюза. Мы же объявили о том, что это наши объекты, профсоюзные объекты, и мы обеспечиваем условия для деятельности малого бизнеса. Другое дело, хорошо или плохо, это отдельный предмет разговора. Но мы заявили об этом, и мы делаем. Так начали-то судебные процессы, теперь идти против профсоюза. И мне сегодня бухгалтер докладывает, по инкассу снимают 12 тысяч, а с 8 тысяч за проигранные судебные процессы, когда ломали суды для того, чтобы принимались решения против малого бизнеса. Это такая обратная сторона медали. Конечно, получается вообще нонсенс. Вот с одной стороны, вроде бы какую-то отдушинку дали, да, вот это успокоили на полгода там ситуацию. Но с другой стороны, ни мировые соглашения мы подписать не можем, ни переоборотывать объекты мы не можем, ни заключить договоры на поставку товаров местных производителей. И я в сердцах позвонил в городскую администрацию и говорю, ребят, ну не мы будем с вас голову снимать. Сегодня президент уже озабочен тем, как нам поднимать продовольственную тему на местах. Мы сегодня ее и чувствуем. Я вчера в метр-то заезжал, уже все, по рыбе, по овощам, фруктам, уже пустые полочки. Да, кстати, уже заметно. Уже заметно, заметно. Ускромнение. Да, да, ускромнение, ассортимент. Ассортимент ускромнен и в данном вопросе. Это не шуточное дело. Голодные бунты – это страшное дело. Но мы-то два года говорим о том, что мы лучший механизм защиты – это поднимать местных товаропроизводителей и создавать альтернативную цепочку доведения этих продуктов местных производителей до потребителей местных. И здесь вроде бы понимание-то есть. И без вот этого вот посредника мы не могли бы даже эти полгода переселить. Прикольно. Есть понимание. Еще бы они не понимали. Да, но бабло-то делят. Нет, у них же, конечно, у них есть образование хотя бы 10 классов, плюс высшее, если да, ты работаешь в правительстве. И когда мы говорим о том, что я вот, когда слушали вот на этом общественных слушаниях, я выступал. 14 августа они были. Да, Никита Юрьевича немножко задержался. Там встреча была с ГФИ. Приезжала комиссия, наш куратор по Кировской области. И я задержался. И поэтому говорю, Никита Юрьевич, я подписал письмо о том, что пока воздержаться на назначение этого полномочия. Хотя мы четко понимаем, что в сентябре месяце, когда придет новый губернатор, нас начнут дербанить. Новый старый губернатор. Вы подписали, простите. Я ему смотрю в глаза и говорю, Никита Юрьевич, но мы считаем, что... Как президент ассоциации, да, подписали? Да, 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 да. Гляжу ему в глаза и говорю, но мы надеемся на то, что новый губернатор все же будет активную политику вести по изменению стратегии города. То есть к чему мы пришли? Уполномоченный принципиально решить вопрос не может. Не может. Да, не может. Я же говорю, сознание еще одной лицей. А он будет смену. Кто может? Кто может? Это может губернатор. Хотя я вот считаю, что это рудимент в политической системе. То есть есть законодательный орган, имеется в виду представительный орган, который должен назначать правительство, которое должно выполнять свои задачи. А губернатор-то здесь ни при чем. То есть мы говорим о одновластии, а он двоевластия объединил в одних руках, да, централизировал и губернаторскую власть, и председателя правительства. И я говорю, так подождите, если по горизонтали мы на своем уровне принимали законы, исполнительная власть исполняет. А мне в ГФИ это говорят, извините, дорогой Валерий Николаевич, а как же нам централизовать власть? Есть ведь федеральные правительства, вертикальные структуры власти никто не отменял, поэтому они тоже будут, только там горизонтально может Государственная Дума, представительный орган. Получается, что мы поставили под сомнение губернатор, президент, мэр и так далее и тому подобное, которая на сегодняшний день, параллельная структура власти по вертикали выстроена. Которая ни в одной конституции, кстати, не обозначена как самостоятельная вета власти. И получается, что по сути дела вот этим гарантом, уполномоченным, должен не специальный человек быть, а кто должен быть? Губернатор. Он должен выполнять эти функции, если он уже есть, как мы говорим. И когда я... Ну или его заместитель. Володь, подождите, так мы... Думаю, это уже другой вопрос. Так мы как раз начали об этом и говорить, что, собственно говоря, есть некая структура в виде профсоюзов, есть некий гарант в лице губернатора. И создание должности, позиции вот этого омбудсмена... Тогда эта должность нужна будет губернатором. Да. У меня к вам вопрос. Вот вы очень много говорили о том, что насколько законно, незаконно, вертикально и горизонтально власти. У меня вопрос банальный. Скажите, пожалуйста, в свете принятого закона, да, решения о создании должности вот этого омбудсмена, да, защитника интересов, да, предпринимательства, да, какие права и обязанности возлагаются на этого человека? Объясните нам, пожалуйста, для того, чтобы потом полнее понять, кто вообще может выполнять эти функции. Права и обязанности какие? Значит, ну, в законе они прописаны, и там достаточно много, около 24 направлений отображаются. Основные? Ну, если говорить о основных направлениях, это первое, это создание полноты условий и возможностей для нормального развития и деятельности предпринимательства. Это и правовые условия, это и экономические условия, это и стратегические и идеологические условия, которые он должен продиктовать для того, чтобы вокруг предпринимательской среды было достаточность условий нормального развития. О заявительности, о заявительности в решении вот этих вот проблем. То есть, смотрите, сидит омбудсмен, сидит на своем рабочем месте, должность оплачивается? Да. И прилично, по-моему, да? Да, да, да. Там, мне сказали, порядка 50 тысяч в месяц сейчас. Больше, вы чего? Больше? Да. Ну, я в омбудсмена не хочу. Годовой бюджет, ну, если сопоставлять с полномоченным по правам человека, ну, там порядка 4 миллионов ингран. Ну, я так понимаю, это другое дело, что Данилян отказался от этой зарплаты, чтобы сэкономить бюджет, но там около 100 тысяч вообще-то мы закладывали. Хорошо. Вот, понятно, человек сидит на своем рабочем месте, у него, значит, пятидневка, я так понимаю, получает свою зарплату. Я прихожу и говорю, у меня есть такие проблемы, и он должен защитить меня в правовом смысле, в экономическом смысле, в идеологическом ввести в систему, в систему ввести приоритетов и так далее. Второй вопрос. Какие рычаги у омбудсмена для того, чтобы решить мои персональные проблемы? Вообще, мы отлично понимаем, что такое экономика, если говорить о предпринимательстве, это, прежде всего, экономика. Это система коммуникации между людьми и управления информационными потоками, которые мотивируют те или другие поступки. Я, может быть, научно сказал, но это сущность, коммуникационное поле. Когда предприниматель сталкивается с проблемами, он не может войти в коммуникационное поле, он не может свою информацию сделать приоритетной, он не может добиться правоты, потому что любая вещь, она находится в равновесии. Если я иду со своим минусом, то там есть уравновешивший какой-то плюс. Я, значит, чью-то систему буду нарушать. Я понимаю. Следовательно, силёнок у него не хватает. Так вот, закон к уполномоченному, он даёт вот эту возможность любую коммуникацию использовать, вплоть до обращения к президенту. То есть через Титова он может выйти с этой проблемы немедленно, минуя все препятствия. И это немалая вещь. Минутку ваш опыт показывает, а это есть, потому что, честно говоря, помните, когда формировалась общественная палата? Бегали с этой историей чуть не год. Люди от губернатора, люди от народа. Всё это самое, мы что-то обсуждали, обсасывали каждую кандидатуру. Как-то так, кто-то вызывал смех, кто-то, значит, говорил, о, он тут пригодится. В конечном итоге, когда была сформирована общественная палата, у нас были какие-то разборки в эфире, да, мы позвонили то ли в прокуратуру, то ли чего, и вот сказали, вот общественная палата, да, вот она сделала запрос, она потребовала ответ, а нам, сторона правоохранителей, спокойно сказала, кто это, это кто это, общественная палата, это что это такое, что за структура? Вы правильно отвечаете. Он будет смотреть, насколько, у него есть, он может, вот я спросила, во-первых, а уже есть примеры, что он взял через голову всех, перешагнул и доложил на самый верх, или этого нет, или у нас не было потребности, хотя потребность наверняка у предпринимателей есть. Ну, что я скажу, учитывая, что окончательно-то назначает все же губернатор по согласованию с Титовым, да, ну, я имею в виду... Борис Титов, это уполномоченный Российской Федерации. Да, уполномоченный Российской Федерации, да. Ой, спасибо, я догадался. Для слушателей исключения. Не знал, вы назову. Мы можем предположить, что приоритет предназначения отдается той идеологии, той стратегии, которая существует у губернатора. И говорить о том, что, минуя голову губернатора, он пойдет наверх, наверное, это неправильно. Другое дело, когда создается ситуация, и нет у человека губернатора, а кандидаты вот они, и по закону он должен назначить, то вот здесь возникают уже определенные проблемы. Существует ли возможность? Да, существует. Но при соответствующем кандидате, который будет вести независимую, объективную, неангажированную... Ну, независимую и неангажированную, я считаю, разная вещь, потому что ангажированность у меня всегда сочетается с... С дензнаками? Да, с дензнаками, да. Да, кто девушку кормит, тот ее танцует. Неподкупный, да, неподкупный, так скажем, да. Да, то вот здесь может возникнуть вопрос, а кто и кто способен это сделать, но это уже субъективный фактор. Но на объективной основе, которую мы могли бы выдвинуть, о чем вот, скажем, предпринимательское сообщество, восемь организаций ведущих и сказали, мы пока не видим, мы пока не знаем, и нам бы хотелось подобрать этого кандидата. Вы сейчас подошли к важнейшему стратегическому вопросу, почему же никто из предпринимателей не видит человека, который мог бы исполнять роль омбудсмена? Я знаю, что люди говорили о том, что господин Турула в состоянии исполнять роль омбудсмена, но я сказала, что у Турула, по-моему, уже столько есть ролей, столько занятостей и так далее, что взять на себя вот эту ношу, которая, если ты будешь работать по-честному, она вообще не посильна, она это очень сложна, особенно в сочетании с тем, что у вас уже есть. У меня были еще несколько людей, которые говорили, вот этот человек может сделать, у него есть свои связи, у него есть своя голова. Но мы-то перешагнули важнейшую тему. Вы, наверное, и сами не заметили, как вы произнесли, вот этот омбудсмен, собственно говоря, это одна из рук губернатора. Если его в виде многорукого, значит, многорук Шивы, да, вот, это одна из рук губернатора. И вы сказали, если губернатор, конечно, захочет, скажите, пожалуйста, то есть на сегодняшний день получается, что этот человек полностью зависит от мнения, от внутреннего убеждения губернатора, или все-таки это самостоятельная единица, ведь эта единица должна быть самостоятельной. Вы же недаром несколько раз прозвучала фамилия Титов, то есть есть напрямую выход, а господин Титов наверняка по значимости ничуть не менее, чем фигура действующего губернатора. Конечно, конечно. Мы говорим об этом. То есть вы сказали, смотри, вот как губернатор. Это доверенное лицо президента, да, именно доверенное лицо президента. Вот, и вот у меня к вам вопрос. Вам не кажется, что вообще вот Никита Юрьевич, выбирая вот этого человека, он, понимаете, вот вынужден, смотрите, во-первых, вы перечислили очень много, да, вещей, то есть я не подкупный, но ангажированный. Ну да. И так тоже бывает. Да, конечно. Вот. Смотрите, он должен выбрать человека, во-первых, который плавает, как рыба в воде в бизнесе, который знает не только свой собственный бизнес и законы построения. Допустим, возьмем строительный. Есть другие законы, отличные, да, это, допустим, торговля, это там, ну, допустим, медицина, это сейчас тоже бизнес. Вот, понимаете, он должен выбрать, во-первых... Про сельское хозяйство не забывается. Сельское хозяйство, несомненно. Ну, я вам скажу, Лен, вот даже опыт показывает по привозкам в федеральную округу, то на сегодняшний день исполняет обязанности уполномоченного, это либо зам был председателем правительства своего региона, либо был там в законодательном органе на первых ролях, на освобожденной работе. Это люди, которые понимают ситуацию, занимались бизнесом, но и в то же время понимают политику вопроса. Вот такая тенденция, то есть Бабич, он ее продиктовал, эту тенденцию, она на сегодняшний день... То есть это человек системы? Да, человек системы. Минутку, минутку. Человек системы, имеется в виду система политическая, извините, достойному предпринимателю, человеку, который занимается бизнесом, от и до не пользуется при развитии бизнеса административным ресурсом. Это не человек системы. Это, во-первых, я уже начала говорить, первое, вот перед каким выбором должен стать губернатор. Это честный человек, абсолютно. Это человек, вызывающий доверие, это второе. Доверие и уважение, иначе к нему никто не пойдет, и начнется кризис жанра. Третье, он должен знать вообще основы бизнеса, и он должен быть разносторонним для того, чтобы знать тонкости иных бизнесов. А будете ли вы отрицать, что этот человек должен обладать своими огромными связями, персональными? Будете отрицать? Нет, не буду, не буду отрицать. Потому что я еще и преподаватель, да, там, скажем, доцент, и есть такая система, она называется система формирования авторитета. На первый взгляд, авторитет сформировать невозможно, потому что это общественное признание. И сказать, я пользуюсь авторитетом, это ничего не сказать. Люди должны окружающие сказать, что этот человек пользуется авторитетом. Следовательно, да, не обязательно харизматичный. Нет, харизматичен, может быть, извините, и сволота. Да, совершенно правильно. А здесь вот он должен быть действительно... Сталин был харизматичен, Гитлер был очень харизматичен. В этой системе три блока, на мой взгляд, можно объединить все, что сказали. Это первый блок, это уважение. Второй, доверие. И третий, любовь с любовью и отношением к работе. Неподдельное, на чувственном уровне людей обмануть нельзя, что он относится к этому, ну, с сопереживанием. Вот он живет этим процессом. Вот и теперь у меня к вам вопрос. То есть вот какой это должен быть человек. Да, вот смотрите, губернатор стоит вот перед... Неформально выполнишь. Вот все, вы заняли все позиции. Значит, и губернатор сидит, и, значит, и вот... Я вот сижу, допустим, чешу во всех местах и думаю, что я... А кто это? Кого? Кто? Где? Хорошо, нет, я знаю, есть такие люди. Я могу назвать пару-тройку людей, которые отвечают, да, вот этим требованиям. Если не в полном объеме, то достаточно близко. Второй вопрос. Простите, пожалуйста, человек активно занимается бизнесом. У него все цветет, он активно развивается, потому что, ежели деньги к деньгам, то надо ведь работать часов по 20 сутки, да? Скажите, пожалуйста, на каком основании вот этот человек, он плюнет на свою работу, которая ему приносит все, и пойдет сидеть и протирать штаны для того, чтобы использовать наработанные самим собой связи, для того, чтобы использовать вот это, вот это и вот это, для того, чтобы стать человеком системы, системы, которая может его сломать. Сожрать. Сожрать. Вот. Какой человек на это согласится? А вот тут поставляется огромное поле для выбора людей, которые могут туда пойти. Вот и все. И читаешь их фамилии... И когда мы накладываем, оказывается, там никого и нету. Вот. И ты смотришь, да, либо он не бизнесмен, либо, значит, он совершил попытку заняться бизнесом, но за это сразу сел, потому что ни умения, ни мозга у него нет, и так далее, и тому подобное, либо вообще никакого отношения к бизнесу не имеет, но идут, прут. Зачем? Вы сказали, 100 тысяч заработная плата, и ты становишься человеком системы. Как быть, как выбрать? Мне совершенно непонятно. Труднейшая задача. Давайте продолжим нашу беседу уже после перерыва. Пару минуты и вернемся. Да, у нас реклама небольшая. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Напомним, что гость нашей студии сегодня Валерий Турула, председатель Комитета по экономическому развитию, промышленности, торговли и предпринимательству Заксобраникиевской области. 708-502, напоминаю, номер нашего эфира, номер для СМС 8909-720-101-0. И еще опрос у нас есть на сайте и на странице ВКонтакте. Как вы думаете, в России кто должен защищать, точнее, кто еще должен появиться у нас среди защитников прав? Вот у нас целая категория людей перечислена. Ну, да, по опросу это... Короче, мы сегодня обсуждаем тему, насколько необходим региону защитник прав бизнесменов. Я понимаю, что здесь не совсем корректно прозвучало, потому что мы не в единоличном составе, то есть это общероссийская позиция создания обоцмена при правительстве каждого региона. Вот, насколько нужен... Вот, смотрите, прошел год. Вот, и я удивляюсь, почему сейчас нам никто не звонит, а, может быть, в принципе, и не удивляюсь, что нам никто не звонит. Потому что, ну, отвечая на вопрос, ребят, а просуществовал кабинет омбудсменов практически год? Ну, поменьше, с февраля. Поменьше, с февраля. Чем больше полугода просуществовало. Не знаю, если бы человек, которому помогли реально решить все свои бизнес-проблемы, он бы позвонил и сказал, ребят, человек этот нужен, и структура эта крайне необходима. Не звонят. Поэтому я ставлю под сомнение и, в принципе, согласна с формулировкой, насколько нужен, в смысле, ответ на поверхности, и как-то не очень. Может быть, поэтому наш губернатор и как-то так... Или, может быть, тема там... Нам он не нужен. Переубедите меня, да? Но, ребят, вот мы сейчас даже в этой короткой паузе отмечали, что у нас история такова и в Кировской области. Семь лет назад мы попытались объединиться в Ассоциацию защиты прав малого бизнеса. Причем не только торговый бизнес. Это отдельно вычленилось, что они самые ущемленные были. От кого, кстати, инициатива исходила? Исходила. Вообще-то пришли ко мне люди, несколько женщин, да, когда занимали, захватывали вот эти базовые магазинчики. Если вы помните, профсоюзная 4, там Красногорский находился, бывший Азербайджан. Да, Азербайджан раньше там была. Вот там Красногорский занял, и один уголок оставался у одной женщины. Она сегодня уже умерла, к сожалению. Вот. И женщина на Менделеево-10 мотор пытался забрать это помещение. Ну, то есть они арендовали. Ну, к вам пришли вот эти вот люди. Несколько человек пришли и говорят, вот такая проблема есть. И вы решили сформировать. Я говорю, ну давайте тогда поодиночке мы не защитимся, давайте объединимся в ассоциацию. Валерий Николаевич. И 7 человек тогда объединили предпринимателей. Валерий Николаевич, у нас сейчас есть звонок, у нас есть на связи человек. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Мы не слышим нашего... Так, уважаемый редактор, ну давайте мы скажем просто, мы вот говорим об уполномоченном, да, по правам, по защите прав предпринимателей. Мы не могли конкретного реального человека из бизнеса не подключить к нам. Не могли не подключить, да. Известный предприниматель Денис Ерохин. Мы с ним сейчас пытаемся связаться. Мы сейчас с ним пытаемся связаться, потому что у Дениса есть. Ну, так вот, я продолжу, да? Да, продолжайте. И получилось таким образом, я говорю, так надо объединяться. Давайте на начальном этапе, если что, я помогу вам в организационном режиме, и поработаем. Потом пришли предприниматели с нестационарных торговых объектов, зимой их попытались снести. И они пришли, что делать? Я говорю, давайте вступайте в ассоциацию. У нас есть звонок, извините, мы вас снова перебиваем. Алло. Алло, добрый день. Денис Валерьевич, здравствуйте. Денис Ирохин, предприниматель, да. Да, мы рады вас слышать. И у нас к вам, собственно, один вопрос. Он не вызвал у нас большого спора и большой полемики, но я думаю, что вы, как предприниматель, совершенно внятно поможете нам разобраться, уточниться и понять все-таки, насколько нужен нам омбудсмен, человек, который защищает права предпринимателей. И у меня к вам вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, сегодня, на мой взгляд, откровенно намечен кризис жанра. То есть люди, которые хотели бы идти в омбудсмены, они вызывают у очень многих людей просто усмешку. Люди, которые хотели бы видеть омбудсменами, не пойдут туда. Вопрос, почему? Объясните мне, пожалуйста, кто может, кто должен, кто имеет право. Вот ваша точка зрения на вот этот вот достаточно сложный вопрос. Ну, давайте начнем с того, что это будет моя точка зрения, да, чтобы я об этом не... Да, конечно, да. ...обвинил. То, что кто идет сегодня, конечно, это идут, на мой взгляд, идут те, кто просто собирает себя трудоустроить каким-то образом. Вот, не более того, потому что, ну, честно говоря, никто наверняка не слышал каких-то выдающихся успехов в бизнесе тех кандидатур, которые... Сегодня там есть, да? ...сейчас есть, да. То есть я там внимательно потрел, то есть есть какие-то вещи. Вот, а на мой взгляд, нужно туда идти те, кто уже достаточно давно в бизнесе, кто понимает, кто что-то создал, что-то сделал. Но любой человек не пойдет из бизнеса трудоустраивать себя, ну, сделаться каким-то чиновником. Ну, грубо говоря, на чиновниче должен. Решать проблемы других людей, если у тебя есть свой бизнес. Он пойдет, но это для предпринимателя должно быть как хобби, как факультатив какое-то в свободное время, то есть который ни в коем случае не на зарплате. Если человек становится на зарплате, какие проблемы он может решать чиновник между чиновником? То есть он постоянно зависим, он зависим от какой-то зарплаты, от еще чего-то. Полин Николаевич, вы слышите, действительно... Если он что-то не так сделает, его просто уволят и все. То есть, как бы, ну, куча воздействий человека, как, ну, кто будет его... Слушайте, мне эта мысль не приходила в голову. Человек на зарплате, он становится действительно обоймой, да, этой системы, входит в обойму системы. И вдруг он начинает наезжать на другого представителя этой обоймы, да? Дескать, ты этого загнобил, давай-ка я с тобой разберусь. Нет, это будет театр, это будет театр, цепь такой, как бы... Театр большого количества актеров. Вот тут вот пришел человек, ты ему помоги, ты ему не помоги, ты пошли его и так далее и тому подобное. То есть, ну, это не будет работать эффективно. Может быть, нужен какой-то аппарат на какой-то, действительно, там, зарплате и так далее. Ну, как-то так. Но сам человек, который именно, там, будет называться как защитник бизнеса, потому что слово даже очень сложно выговорить. Он, как бы, должен быть независим, он должен быть, ну, во-первых, из бизнеса... Понятно, я поняла, о чем вы говорите, но у меня к вам вопрос. Вот смотрите, вот сейчас у нас есть Валерий Николаевич Турло. Как называется у вас? Ассоциация по защите... Защиты прав малого и среднего бизнеса. Защиты прав малого и среднего бизнеса. Смотрите, независимые, независимые, никак не зависят от зарплаты, которую выдает бюджет. Нет никаких контактов, нет ничего. Однако, они все время вращаются в этой системе, но не зависят от решения этой системы. Однако, смотрите, система их побеждает, потому что они их давят бумажками, они их давят своей позицией. Как быть? Ну, вот сейчас выставили, они нам 20... По инкасе сняли благотворительные деньги с профсоюза малого и среднего бизнеса, защиты прав малого и среднего бизнеса. 20 тысяч сняли по инкасе, потому что идут параллельно судебные процессы по ликвидации объектов, которыми является собственность профсоюза. Вот видите, то есть, смотрите... Денег нету, но эти снимают еще. За деньги, за деньги бюджета сидит человек, априори делать ничего не будет, потому что он ограничен этими деньгами и этими связями. А зачем вам нужно человек, если он сидит за деньги бюджета, вы вообще дологоплательщиков спросите? Они-то не против, чтобы кто-то еще сидел за их деньги и что-то делал? На шее у них, фактически. Денис, я надеюсь, этот вопрос не ко мне, как у Валерия Николаевича больше. Есть куда потратить, мне кажется, эти деньги. Ваша позиция о том, смотрите, давайте за бесплатно, это хобби, да, это вот душа рвется, я хочу помочь, да, пожалуйста, вот ассоциация. Душа рвется, есть знания, есть куда пойти, и он внедряется в эту систему, про которую мы говорили раньше, где, я перейду на образное, да, собака собаку не съест. И они заплутали в этих закоулках, их давят из каждого кабинета бумажкой, бесплатно имеют желание, стремятся, извините, пропали. Нет, вы поняли, что если, как бы, человек будет независим от зарплат, еще от чего-то, у него есть прямой выход на этого же Титова, например. То есть, как бы, и когда человек находится здесь, внутри системы этой, то есть он лишний раз бумажку Титова не напишет. Потому что он просто-напросто, ну, побоится кого-то подставить, кого-то еще что-то. Понятно, а когда независим? А когда он не зависит, мы писали везде, нас ничто не останавливает, только чихать хотели, отправляли нас сюда. Денис, и все-таки, вот, на ваш взгляд, такая фигура, как уполномоченная по защите правопредпринимателя, она нужна у нас в регионе? Или это кризис? Ну, если она даже нужна, то она нужна на, ни в коем случае, ни один чиновник, а просто на общественных началах, как был Данилян. То есть, ну, не более того, что на него не получал никаких деньги, и чтобы была, ну, как ассоциация, как, ну, как вот, чтобы это не было очередная чиновничная структура. Потому что чиновничных структур, их полно, и кто проверяет бизнес, и куда там писать бизнесу, их полно. А толку-то от них чего? А толку от них практически зеро. Денис, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Денис Ерохин, предприниматель, за уполномоченного, но ни в коем разе, чтобы это не была какая-то чиновничья бюджетная структура. Не было бы частью. Ну, вот вы теперь все услышали, и мы, в конце концов, подходим к финалу нашей программы. Чиновник априори не будет действовать, потому что он из среды чиновников, с которыми пытается бороться бизнес. Единственное, кто, смотрите, действительно, смотрите, а те, кто успел договориться с чиновниками, вот они не обращаются. Те, у которых бизнес построен на административном ресурсе. Нет, подождите, это уже коррупцигенный фактор, за это сажать надо, по идее. Ну, может быть, не построено с существенным участием этого ресурса. Подождите, но ведь, допустим, меня сейчас многие слышат из тех, кто водители, работники торговли и так далее. Почему они не идут? Да потому что они знают, это бессмысленно, это бесполезно. И они знают, что вот это вот 100 тысяч рублей, это пшик, сидит человек, но он не сможет ничего сделать. Вы пытаетесь, но плевать хотели на ваши бумажки, как вы сами говорите. Где же выход? Давайте попробуем. А можно я все-таки, Валерий Николаевич, спрошу, от ассоциаций будет все-таки кандидат? Ну, мы будем советоваться, собрание специальное проведем. Я пообещал губернатору, что отдельно мы этот вопрос вынесем. Если будут предложения у губернатора, мы готовы рассматривать эти предложения, для того, чтобы поставить некую оценку и сформировать ожидания от этого человека. И по большому счету мы уже понимаем, что если бы мы 7 лет существуем, и мы дальше будем существовать, а мы уже дошли до категоричных форм борьбы, лежачие забастовки, перекрытие мэрии, пикеты в правительстве Российской Федерации, пикеты у президента. То есть дальше логика борьбы, она предполагала уже... Ложник оружия пролетариата. Да, да, да. И здесь вдруг появляются уполномоченные. Валерий Николаевич, да, и мы не проговорили с вами одно, что когда ты лежишь, лежачий из забастовки, и смотришь в облака, и тебе, несомненно, в голову придет мысль, простите, пожалуйста, а нафига мне такая власть, нафига мне такие люди, которые ничего. И тут появляется омбудсмен. Вы не находите, что это очень хитро на том этапе, который в прошлом году сформировался, я думаю, не только в Кировской области, а во всей России. Но ассоциации подобной, наверное, нет. Есть что-то такое, отдельные элементы напоминающие, но у нас уникальная вообще ассоциация, на мой взгляд, такого еще нет. И чтобы предприниматели передали свое имущество в профсоюзную организацию и арендовали свое же имущество потом, ну такого нигде не было. К сожалению, заканчивается время первой половины дневного разворота. Благодарим нашего гостя Валерия Турула. Впереди у нас новости, мы вернемся уже в новом части с новой темой. Будем говорить о госзакупках.